здравствуйте дорогие друзья хочу сегодня с вами поговорить немного о том как можно самостоятельно разгружать карту нагрузку это нужно делать обязательно как нужно делать гигиену тела периодически очищать кишечник как нужно очищать наш компьютер телефон наши тумбочки прикроватные от какого-то насобиравшегося там очень часто хлама точно также нужно очищать энергоинформационные наслоения которые остались у нас за нашей спиной вы можете повернуться туда за своей спиной и можете взять даже ручку с листочком и выписать те важные события которые по вашим ощущениям остались непрожитыми незавершенными или там могла остаться какая-то часть души или вы знаете вам кажется что это завершено например второй партнер или ваше начальство или ваши соседи там все еще об этом вспоминают а вам уже вроде как эта вся история забыта может быть что-то что он вас потрясло что-то что имела на вас глубокое психоэмоциональное воздействие так вы найдете точки входа если мы будем смотреть на временную линию то вы будете видеть некую плоскость или например мы эту плоскость выведем на экран если бы вышли по коридору жизни и смотрели на такие экраны возможно плазмовой плазмовой телемидера и там этих экранах вращается да вот этот вот фильм вот этот вот сюжет про эту историю если вы даже проведете вот такую медитацию то вы увидите что какие-то экраны прям транслируют красивую четкую хорошо вспоминаемую картинку это значит что она энергетически очень хорошо заряжена какие-то немножко блеклые какие-то вообще вот как с помехи шипят потому что там где может быть много амнезии блокировки какой-то то мы вообще можем визуально ничего не видеть или вы можете например если вы этот коридор фрагментируете по каким-то сектором юность детства или прямо вот по возрастам 16 будет 15 лет 14 13 и вы будете знать например что каждый там какой-то проверщик это какой-то год жизни и вдруг можете увидеть заряженную картинку такую может быть не сможете рассмотреть и сюжет что там много чего-то есть украинское такое слово мэрыхтыть не могу сейчас вспомнить аналог русского слова это значит что там есть заблокированная теперь мы вспоминаем что там было выточните хотя бы с того что ярко заряжена что и так понятно посмотрите что было там а теперь представьте что вы смотрите на параллельный канал этого же фильма но там истории ваших родителей папы или мамы или то что было между ними как правило больше-меньше их истории мы знаем поэтому вы можете себе немножко представить какие события в их жизни из того что вам известно напоминает то что прожили вы какие чувства какие ощущения иногда это немного разная ситуация иногда это немного разные декорации но вот это психоэмоциональное состояние в которое мы попадаем она будет очень похожи дальше сделайте еще как бы одно такое углубление и это уровень ваших бабушек и дедушек их уже четверо немножко сложнее иногда на этом третьем уровне не бабушки и дедушки а например вашей дяди и тети или на втором уровне можете посмотреть дядя и тетя от глубже тогда пусть будут бабушки и дедушки вам надо вот тот бэкграунд который за нашей спиной в виде наших родителей их предыдущих партнеров важных предыдущих партнеров которые повлияли на их жизнь их братьев и сестер сводных может быть они родились от разных родителей и дальше бабушек и дедушек с их первыми важными партнерами или может быть у них есть какой-то трагической судьбой братья и сестры которые или как-то пострадали или была какая-то тяжелая судьба но они не оставили детей если они не оставили детей то этот информационный ряд будет у вас потому как информация должна куда-то пойти и она наверняка сейчас у вас или у ваших двоюродных братьев и сестер все будет зависеть от того где вы там на каком системном месте находитесь и точно также представить где из их ситуации из их жизненных ситуаций где в их судьбе могли быть похожие события дальше вы предполагаете тонким предположением что глядя туда на этот экран вы достаете свою часть энергии кстати вот там вот еще и глубже где уже находится четвертое пятое поколение там у нас глубокий опыт родовой системы там у нас есть это корневая травма на уровне бабушек и дедушек как правило происходит уже такая ретро мотивация корневой травмы и там же вход в карму там же вот этот ваш прародитель или прародительница с которой вы идентифицированы на уровне родовых связей он же будет разворачивать вам сюжетную линию из кармы поэтому мы как будто дышим прям оттуда с тонким предположением что мы вдыхаем свою энергию выдыхаем родовое выдыхаем то что по большому счету нам не принадлежит при всем нашем огромном уважении к нашей родовой системе потому как закон кармы гласит что мы можем проживать только плоды и деяния собственных поступков если у вас нет навыка работы с тонким предположением вы можете например положить тогда руку на грудь и сказать моя дорогая душа прими все части себя со всех континуума времени которые связаны с этой темой и подышать до тех пор пока вы не почувствуете это обычно люди чувствуют если у вас сложности с почувствует тогда вы можете какое-то время подышать глубоко носом вдыхаете ртом выдыхаете носом вдыхаете ртом выдыхаете и сделать тогда тонкое предположение или сказать что все процессы будут завершены в полном объеме гармоничным для меня режиме вы даете вот такую вот установку что несмотря ни на что вы вот этот процесс завершите когда это будет возможным ну то есть вопрос вы же дышите в обычной жизни и просто вы знаете что потихонечку этот процесс продолжается может быть во сне произойдет основная интеграция если у вас контрольная функция хорошо представлена то очень часто это действительно во сне завершается и последний этап вы идете в то событие вы заходите в то кино к тому себе сколько вам там лет двадцать три шестнадцать четыре годика если это ребенок вы присаживаетесь так чтобы ваши глаза были на одном уровне если это взрослые вы так стоите и представляетесь я это ты спустя много-много лет и смотрите как этот я ваш удаленный во времени реагируют обычно они узнают нормально реагируют я пошел дальше а ты остался здесь это правда если энергия осталась там в том континууме времени то это значит что вот этот фантом ваш двойник ваш отпечаток энергетический там остался и по сей день у вас этой энергии не хватает более того тратится часть энергии на обслуживание вот это удаленные во времени часть энергии но сегодня я вернулся чтобы забрать тебя с собой тебе больше незачем здесь оставаться и тогда уже посмотрите иногда они обнимаются если это ребенок его можно взять на руки если если это взрослые вы можете просто вдохнуть эту энергию даже представить что она растекается по вашим мышцам фасция межклеточному пространству и таким образом точно так же вы делаете тонкое предположение что все процессы будут завершены в гармоничном для вас режиме в том темпе в котором для вас правильно если это маленький ребенок вы можете ему сказать например он может иногда плохо что-то понимать или бояться или как-то вот себя вести настороженно то вы можете сказать на половину состою из мамы на половину состою из папы я знаю все чего тебе не хватило я стану сам для тебя хорошим родителям я буду тебя любить я буду тебя оберегать я буду тебя хвалить то есть дальше текст может быть ваш чего вам там не хватило может быть его надо баловать может ему надо что-то разрешать может быть его надо поощрять может быть ему надо там видно может быть наоборот надо попросить его да ты поможешь мне вспомнить кто я может сказать и разрешу тебе разукрасить нашу жизнь теми красками которыми ты захочешь может быть предложить ему что мы будем учиться с тобой вместе или я буду учиться тебя слушать даже если мне для этого придется меняться то есть это будет ваш диалог ваш диалог контакта вот с этой частью так чтобы произошло вот это снова слияние потому что во время травмы происходит расщепление вот этот диссоциированный кусочек вот этот замороженный травмированный он остается там и поэтому иногда нужно чем больше травма тем мягче если например там не дай бог какие-то сексуальные насилия или физическая какая-то боль то можно взять и плед и в душ повести и одеть чистую одежду и мягенько как-то забрать или сказать у тебя будет столько времени сколько тебе нужно я здесь я буду ждать в общем все будет уже зависит от того какие там у вас истории и какие несчастья вас постигли на вашем жизненном пути и вы увидите чудеса в полном смысле слова которые будут первое когда вы будете вспоминать это событие следующий раз через два дня возможно или кому-то больше времени понадобится через неделю через месяц через год вы события помните но она уже не болит она не вызывает уже ту психоэмоциональную реакцию которая вызывала вас раньше это значит что энергии там больше не осталось если осталось значит что-то недосмотрели значит что-то не доработали или родовая система стольк настолько заряжена что одной вот этой вот манифестации я забираю и выдыхаю недостаточно возможно стоит обратиться к кому-то из специалистов и пойти адресно в эту историю разблокировать эту энергию и получить свободу для нового и для будущего и вы увидите что в теле самочувствие вы ощущаете действительно прилив сил прилив энергии более больше присутствия как в этой реальности так и в теле больше наполненности и соответственно больше здоровья помогайте себе сами кому интересно кто работает кто двигается ждите скоро будет наш курс самопомощи который будет состоять из подобного рода практик полевых и визуальных и других и вы увидите что очень многие вещи посильны вам и мы действительно можем воздействовать и на наше прошлое и на наше настоящее и на наше будущее и сами можем быть строителями творцами своей красивой чудесной судьбы будьте счастливы всего вам хорошего и до новой встречи